молодежная молитвенная неделя тема 4 красавица и чудовище настоящая история популярная детская сказка красавица и чудовище рассказывает фантастическую историю о принце который после заклинания превратился в чудовище колдовские чары спадут только тогда когда кто-нибудь сможет полюбить его таким какой он есть это наконец случилось когда хорошенькая христианская девушка пришла в его замок в поисках своего отца история заканчивается когда чар разрушается молодые люди женятся и живут долго и счастливо как обычно бывает во всех сказках книга откровения рассказывает нам впечатляющее повествование настоящую историю о красавице и чудовище в этой истории звери доходят до своего состояния не из-за заклинания а в результате своего непослушания богу и не влюбляется в главную героиню а преследует ее в коростных целях счастливый финал этой истории заключается не в счастливой брачной церемонии а в том что красавица одерживает победу над чудовищем пожалуйста откройте вместе со мной двенадцатую главу книги откровения и давайте прочитаем первые три стиха явилось на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения и другое знамение явилось на небе вот большой красный дракон семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадим двенадцатой главе книги откровения перед нами предстают два символа жена и дракон интересно отметить что и жена и дракон упоминаются восемь раз на протяжении всей главы помните кто такой дракон ранее мы уже идентифицировали его как сатану древнего змея теперь я хотел бы чтобы вы поняли что сатана действует через свои инструменты следовательно дракон тоже является символом власти которая противостоит работе бога и ведет против него войну но кого символизирует жена прежде чем ответить на этот вопрос позвольте мне коротко показать вам простое правило библейского толкования которое поможет вам понять книгу откровения вы готовы это правило гласит библия объясняет сама себя чтобы толковать библию вам нужно только сама библия и так она раскрывает сама себя точно так же чтобы понять пророческие символы все что нужно сделать это исследовать саму библию имея это ввиду я предлагаю вам прочитать несколько стихов объясняющих символ жены мужья любите своих жен как и христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню водную посредством слова эфицианам 5 глава 25 26 стих ибо я ревную о вас ревностью божию потому что я обручил вас единому мужу чтобы представить христу чистую девою которой коринфянам 11 глава 2 стих непорочная женщина представлены в откровении 12 главе представляет божий народ или истинную церковь следовательно события которые мы видим в этой главе это война сатаны против божьего народа или церкви церковь говорит для откровения об истинной церкви совершенно верно дорогие молодые люди и я думаю что крайне важно остановиться здесь чтобы изучить тему церкви как она представлена в библии и особенно в книге откровения когда мы говорим о церкви первое что мы должны спросить себя есть ли у бога церковь на земле ответ на этот вопрос находится в матфея 16 глава 17 18 стихи тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын йонин потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах и я говорю тебе ты петр и на всем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее заметьте у бога есть церковь и он называет ее своей церковью но сегодня в мире существует более 30 тысяч христианских деноминаций и все они заявляют что являются церковью божией и как мы можем узнать какая из них истинная откровение 12 глава дает нам по крайней мере пять характеристик которые позволяют идентифицировать истинную церковь вы со мной давайте оценим каждую из этих качеств отдельно характеристика номер один истинная церковь исповедует веру в евангелие в откровении 12 глава 1 стих жена представлена как облеченная в солнце что это означает помните ли вы правила библейского толкования библия сама себя объясняет прочитайте сам вместе со мной малахия 42 а для вас благоговеющие пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные истинная церковь признает что спасение дано исключительно по благодати она также считает что прощение дается не по добрым делам а через веру и так оправдавшись верою мы имеем мир с богом через господа нашего иисуса христа римлянам 5 1 характеристика 2 истинная церковь живет надеждой на второе пришествие откровение 12 глава 2 стих представляет женщину с родовыми схватками и находящийся в родовых муках точно также матфея 24 глава 8 стих использует тот же образ мук родовых говоря о знамениях возвещающих о скором возвращении иисуса христа как родовые боли говорят о скором появлении ребенка так и истинная церковь живет в ожидании своего спасителя характеристика номер три истинная церковь послушна заповедям божьим в откровении 12 глава 17 стих говорится что потомство жены характеризуется соблюдением заповедей божьих истинная церковь послушна божьим заповедям но каким заповедям десяти заповедям записанном в исходе 20 глава с 1 по 17 стих первое да не будет у тебя других богов пред лицом моим вторая не делай себе кумира никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой третье не произноси имени господа бога твоего напрасно ибо господь не оставит без наказания того кто произносит имя его напрасно четвертое помни день субботний чтобы святить его шесть дней работы и делай всякие дела твои один седьмой суббота господу богу твоему пятое почитай отца твоего и мать твою чтобы продлились дни твои на земле которые господь бог твой дает тебе шестая не убивай седьмая не прелюбодействуй восьмая не кради девятое не произносил ложного сидительства на ближнего твоего десятое не желай дома ближнего твоего не желай жены ближнего твоего ни раба его ни рабыни его ни вала его ни осла его ничего что у ближнего твоего характеристика четвертая истинная церковь верит в духовные дары особенно в дар пророчества в семнадцатом стихе двенадцатой главы книги откровения говорится что истинная церковь имеет свидетельство иисуса кроме того в откровении девятнадцатая глава десятый стих утверждается что свидетельство иисуса это дух пророчества или дар пророчества характеристика номер пять истинная церковь является победоносной церковью женщина в откровении 12 главе имеет венец из 12 звезд а корона в библии является символом победы дорогие юноши и девушки церковь адвентистов седьмого дня обладает характеристиками которые определяют истинный народ божий как церковь мы верим что иисус единственный путь на небеса и что без него нет спасения адвентийская динаминация свидетельствует о надежде на пришествие иисуса христа во второй раз мы считаем что десять заповеди до сих пор актуальны и являются мерилом христианского характера мы верим дар пророчества и то что он проявился в служении эллен уайт ее труды являются источником советов наставление исправлений для церкви и они ясно заявляют что библия является стандартом по которому должны оцениваться все учения и знания мы верим что во христе мы более чем победители и что благодаря его жизни смерти воскресенье у была обеспечена полная победа в откровении 12 главе 17 стихе ясно сказано что дракон исполнен гнева на церковь то есть сатана будет всеми средствами стремится уничтожить народ божий но мы не должны бояться потому что иисус христос хранитель церкви и он никогда не проигрывал ни одной битвы дорогие друзья у бога из церковь которая верит в иисуса как своего единственного спасителя и живет послушание его принципам некоторое время назад в одно из наших собраний пришла молодая женщина которая много лет боролась депрессией тревогой у нее почти не было друзей и большую часть свободного времени она проводила закрывшись в своей квартире она никуда не ходила кроме работы и ближайшего магазина чтобы купить пиво и сигареты ее жизнь как она сама рассказывает не имела смысла или цели одиночество было ее единственным спутником однажды через своего коллегу она получила приглашение посетить одно из наших церковных собраний сначала она извинившись отказалась но коллега был настолько настойчивым что она согласилась посетить богослужение всего лишь раз чтобы посмотреть наконец она посетила субботнее служение и большую часть дня провела с нами ей понравился вкусный обед во второй половине дня она вышла с группой верующих чтобы доставить еду нуждающимся по ее собственным словам тот день был особенным никогда раньше ей не приходилось бывать в такой гостеприимной атмосфере поэтому она вернулась на следующей неделе на этот раз молодежь пригласила ее на мероприятие как кому-то из них домой она захотела поехать и поняла что христиане наслаждаются счастливой жизнью без алкоголя и наркотиков она рассказывает я не могла поверить в то что происходило и чувствовала что меня принимает и ценят еженедельно она получала сообщение с мотивирующими стихами из библии группа сестер включила ее в специальный молитвенный список у нее не было времени чувствовать себя одинокой через шесть месяцев после своего первого визита она попросила крестить ее перед крещением она рассказала свое свидетельство и сказала что любовь которую проявили к ней молодежь дети взрослые помогла ей преодолеть одиночество сегодня она полностью свободна она отказалась от табачной и алкогольной зависимости но самое главное что у нее теперь особые отношения с богом и окружающими людьми если вы еще не являетесь частью церкви я приглашаю вас присоединиться к ней как можно скорее вопросы для размышления и изучения что представляет собой жена описаны в откровении 12 главе церковь какое главное правило вы мы должны учитывать при изучении библии библия толкует сама себя обсудите пять характеристик церкви согласно откровение 12 главы и почему мы считаем что церковь адвентистов седьмого дня обладает характеристиками истинного народа божьего и пятый вопрос какова основная причина по которой мы верим в победу церкви церкви церковь 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 Продолжение следует...